Чувашский государственный художественный музей отмечают 75-летие, хотя само учреждение старше почти на 20 лет. Собирать коллекцию художественных произведений начали в 1921 году, когда был образован Краевический музей. А уже в 1939-м известный чувашский художник Моисей Спиридонов добился для фонда статуса музея и отдельного помещения. Как и большинству учреждений культуры, художественному музею пришлось пережить немало драматичных моментов. Однажды картинную галерею выселили из-за Ефремовского особняка, потому что он приглянулся райкому партии. Общественную мы подняли, писали в ЦК. Там оказались люди, понимающие, не то, что, как говорится, на месте, значит, они встали на нашу защиту. И райком партии, значит, ушел. Но они успели пол покрасить, значит, масляной краской. А там был паркет. Там художественный паркет был. Потом это мы долго восстанавливали. Сегодня музей едва умещается на четырех площадках. В его составе Центр современного искусства, отдел русской и зарубежной живописи, музей квартиры Спиридонова и собственный музей на улице Калинина. Коллекция насчитывает 28 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры. Однако выставочная деятельность далеко не единственное направление работы искусствоведов. Их задача – научить людей видеть и ценить красоту. Завтра, 7 ноября, в полдень, начнется пресс-конференция, посвященная 75-й осени в искусстве. А затем презентация каталога и торжественная часть. Разумеется, к празднику обновлена экспозиция. Торжества пройдут в здании на улице Калинина. Продолжение следует...